Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать легкий двусторонний узор крючком. С обеих сторон узор вяжется одинаково и прекрасно подойдет для шарфа и снуда. Итак, разберемся с самим узором. Мы будем провязывать два столбика без накида с одной вершиной. Вязать мы будем за заднюю стеночку косички. То есть, провязали мы ряд предыдущий. У нас образовалась вот такая косичка наверху и вязать мы будем, вводя крючок в заднюю стеночку косички. И в лицевых и изнаночных рядах мы будем все время вязать за заднюю стеночку. И за счет этого у нас узор будет с двух сторон получаться совершенно одинаковый. Вот она, лицевая и изнаночная сторона. Совершенно одинаковая. Итак, сначала мы вводим крючок вот в петлю, в которой уже был провязан один столбик без накида. Вводим крючок, подхватываем нить, вытягиваем ее. Теперь вводим крючок в соседнюю петлю. Подхватываем нить, вытягиваем. На крючке три петли. Делаем накид и протягиваем его через три петли. Это мы провязали два столбика без накида с общей вершиной. Дальше мы снова вводим крючок в ту же петлю, в которую уже мы провязывали и в соседнюю петлю. Делаем накид и протягиваем. То есть, провязывая два столбика, первый раз мы вводим крючок туда, где мы уже провязывали. Дальше мы снова вводим крючок в ту же петлю. Подходим к концу ряда. Вот последняя петелька. Пожалуйста, будьте внимательны в начале и в конце ряда, чтобы у вас не терялись петли и не начало сужаться вязание. Итак, обратите внимание, что в последнюю петельку мы провязали два столбика без накида с общей вершинкой. Теперь снова введите крючок в эту петельку и провяжите один столбик без накида. Разворачивайте вязание, провяжите две воздушные петли подъема и введите крючок в первую петлю. Вот сюда. То есть вот две петли и вводите крючок в первую петлю. И во вторую петлю. И провязываете два столбика без накида с одной вершинкой. И продолжайте вязать дальше точно так же. То есть каждый ряд вяжется совершенно одинаково. Просто надо быть внимательным в начале и в конце ряда. В начале ряда вы будете делать две воздушные петли подъема и провязывать в первую и во вторую петельку два столбика с общей вершинкой. В конце ряда вы провяжете в последнюю петельку сначала столбики с одной вершинкой и в ту же последнюю петельку один столбик без накида. Вот и все. Узор очень легкий. Надеюсь вы разобрались с ним. У вас все получилось. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok